В течение 20 минут мы перезвонили заявителю, потому что пытались дозвониться до поликлиники. Далее время, спустя, допустим, 40 минут мы дозвонились до главврача. Далее, после этого сразу же дали обратную связь больному. Доставка медикаментов, помощь в вызове врача на дом и предоставление справочной информации о COVID-19. Этим занимаются волонтеры регионального штаба «Единой России» по профилактике и борьбе с коронавирусом. Чтобы связаться с ними, нужно позвонить по номеру 122, а затем нажать цифру 6. 122 должен поддержку этого номера оказать, это этой горячей линии. Сейчас мы с МИАЦом, который является оператором, полностью перезагружаем эту систему. Полноценно она к 1 августа будет загружена. Сейчас первые, но уже мы видим результаты, в том числе благодаря ребятам. Владимир Солодов и Ирина Яровая проверили работу колл-центра. Волонтеры работают с человеком с момента обращения, дают обратную связь, фиксируют, через сколько была оказана помощь, а в случае задержек связываются с главными врачами медицинских организаций. Систему разработала вице-спикер Государственной Думы. Вообще, я думаю, что вот та схема, которую мы создали, где у нас Руфена, я думаю, что мы ее можем предложить вообще и другим региональным отделениям «Единой России». Я думаю, что если мы это направим в наш федеральный штаб, в «Единой России», это здорово поможет и в организации работа. Губернатор и парламентарии также пообщались с добровольцами. Среди них студентка медколледжа. Она, благодаря визиту чиновников, узнала об открытом конкурсном наборе на целевые бюджетные места в медицинских вузах страны. Выпускники с высоким баллом ЕГЭ могут подать заявки на участие в нем до 28 июля. Более того, благодаря Владимиру Викторовичу у нас в крае появляется еще программа социальной поддержки, то есть это степенития дополнительная и проезд на каникулы. Информационное агентство «Камчатка». И постоянно с ними разговаривает.